все так неудобно одному не видно будет ну как будет мы из нашего вот здесь сайта вот здесь вот берем вопросы и ответы попросили их озвучить но сейчас начинаем пытаться делать это вопрос 685 том 2 открытым оком почему в библии все так сложно все какие-то образы трудности это я отвечал в разных университетах по радио в милиции вел занятия в школах в техникумах и у меня было очень очень много вопросов но сохранилось 4100 а их было может быть 20000 у меня все частично помогли люди сохранить приходили чужие люди записывали а потом мне эти кассеты отдали вот отвечаю лука 8 10 он сказал вам дано знать тайны царствия божия а прочим в притчах так что они видя не видят и слыша не разумеет это для того говорят мужи веры чтобы меньше были виновны те кто слушал и не уверовал бог все устроил настолько сложно что идут тысячелетия и присваивают все новые премии за научное открытие но они не все открывают и следующим хватает тайн в самом маленьком что у нас под рукой из этого нужно прославлять творца размонтируя одну голову карася и подявишься сложности комарика смирись с тем что дает создатель а что создатель дает а то псалом 130 надо научиться и слова божие извлекать полезное господи не надбивалась сердце моего и не возносились очень мои я не ходила с великой для меня недосягаемое то есть это великое недосягаемое ну зачем смирить себя довольно для тебя не смирял ли не успокаивал ли души моей как дитя те отнятого от груди матери душа моя была во мне как дитя отнятой от груди вот и все вопрос шестьсот девяносто третий второй том открытым оком открытым оком это у меня 30 томов вышли книг этих открытым оком 33 еще в интернет-версии 752 страницы в каждом томе и в каждом томе около трех тысяч выдержек ссылок из святой библии насколько основано на священном писании православное учение об ангелах а девяти чинах если можете назовите пожалуйста эти места в библии ответ римлянам восьмая глава 38 стих ибо я уверен что не смерть не жизнь и ангелы не начало не силы не настоящее не будущее и дальше бытие и изгнала дама и поставил на востоке у сада эдемского хирувима и пламенный меч там говорится об ангелах здесь хирувим исаев 6 2 вокруг него стояли серафимы уже 3 у каждого из них по шести крыл двумя закрывал каждое лесо свои двумя закрывал ноги свои двумя летал и 1 петра 3 глава который вошедно небо пребывает одесную бога и которого покорились ангелы и власти и силы а что такое власти неизвестно но это тоже какие-то силы и силы сила то отдельно еще дальше ефесянам превыше всякого начальства власти и силы тут появилась начальство власти там было слава иисусу христу завтра приду колоссином 116 ибо им создано все что на небесах и что на земле видимые и невидимые престолы ли господство ли начальство ли власти ли все им и для него известны имена некоторых архангелов михаил откровение 12 гавриил даниила рафаил тавит и римил 3 ездры 4 глава уриил 3 глава 3 ездры 4 1 салафиил 3 ездры 5 16 еще называется церкви и гудеил варахиил гехфаил и тахиил но в библии о них ничего не известно ну может быть житья святых и но никакой роли спасения не имеет вот на этот вопрос такой ответ дальше теперь это что нам нужно убрать теперь посмотрим второй вопрос вопрос 1501 606 том открытым оком прошло 900 лет как православной церкви появилось толкование блаженного фефилакта почти на весь новый завет не считая откровения на богословом и никто ни разу не попустился исправлять фефилакта как же вы дерзнули это сделать и канон андрея крестка существует уже 1300 лет и никто не пытался вы исправлять а вы его подвергаете сомнению это же может быть и не дерзновение уже а самая настоящая дерзость и не от бога она от лукавого вот какие вопросы то задают мне я бы должен скрыть это вопрос и ничуть не бывало ответ из предисловия к первому тому книги открытым оком считаю вопросы на которые даются ответы в этой и следующих книгах накопились за 40 лет общения с людьми я не очень хорошо слышу и всегда прошу чтобы вопросы подавали мне в письменном виде эти бумажки мне подавали на занятиях по изучению слова божия в алтарском государственном университете в алтарском государственном техническом университете сельскохозяйственном в педагогическом в институте культуры в краевом городском отделах увд городских отделах это пять отделов дальше городской и краевой то отделов милиции вузах техникумах школах барнаула несколько десятков новосибирской академгородка на радио россии в голосе америки я был в вашингтоне барнаульском радио роса где я три программы вел каждую неделю три выступления часовая онлайн была даже одна каждую и гтрк алтай монастырях площадях вокзалах метро картинных галереях поездах самолетах кораблях в синоде в нью-йорке и сан-франциско на собраниях различных сектантов в столицах всех союзных республик и многочисленных письмах я в среднем писал 1200 писем в течение года за все эти годы не было ни одного вопроса на который бы я не стал отвечать вот вообразите самое провокационное я все равно отвечаю меня всегда удивляли прекрасные богатейшие труды лопухина отца григория дещенко которого я насчитал четыре книги они стоят на сайте и гнатья бричанинов и других но почему они никогда и нигде не выходили за рамки апологетики существующего в кавычках православия в россии защищая современное им церковное явно не библейское устройство в государстве дух божий в пророках поступал не так говорить о недостатках своей церкви страшно опасно было даже для них тем более для меня самая большая опасность всегда исходила церковных властей исказивших суть православия не знающих и скрывших библию от народа и угрожающих отлучением от церкви преданием анафеме выскажение слова божия повинны все католики православные все сектанты и еретики ответы даются не от имени сегодняшней так называемой в кавычках православной церкви а опираясь на авторитет святой библии примером в этом для меня всегда были пророки и риме апостол павел смятитель и англата уст вот 3 маяком всегда были следующие слова пророка 2 паралипоминон 18 глава 13 стих я это не выдумываю подтверждая словом божьим сегодняшние ответчики так то не будут отвечать так и сказал них ей жив господь что скажет мне бог то из реку я надеюсь что у читателей окажется достаточно мужества чтобы посмотреть на себя и на окружающий мир во свете библии читателей просим задавать любые вопросы касающиеся спасения души в письмах и по телефону спасение души они комментируют какие-то ролики ответы на эти вопросы следа с бог и живы будем обязательно войдут следующие книги дальше я говорю мой адрес все открыто телефоны все а вот какие-то при ней нейки аватары совершенно неприятно еще темные очки надену да куда-то в сторону развернуться везде мой адрес каждой книги в начале книги в конце книги и все мои телефоны стационар вот барнаульский 24 38 46 а чтобы войти в барнаул а то надо еще еще подставку тому сделать я это не вижу здесь она для барнаула сейчас минутку для барнаула особо еще есть а вот оно где это у нас для барнаула 385 2 вот здесь вот 385 2 по стационару буду говорить больше по мобильному телефону а его здесь нету а там 8 916 это даже забыл сейчас я еще раз посмотрю где мой телефон 8 916 270 230 70 60 надо же свой телефон тут где-то потерял верныки навешивать для этого не нужно ни совести не ума нужно помнить что когда жили эти люди они не были еще так обожественны это были обыкновенные люди о которых с успехом вытирали ноги и прихожане как пишут о том историке никто не боялся пророка или и и других не менее славных деятелей своего времени но потом силу известности и почитания стали к ним относиться как иконам мироточивым не прикоснуться не дыхнуть и вот праведный его спорил с богом и говорил без сюсюканье и без льстивого придыхания и однако бог его молитву более слышал чем с этих восхвалителей собеседников иов 13 8 надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за бога так припираться и я в 42 8 и так возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моего и его и принесите за себя жертву и раб моего помолится за вас ибо только лицо его я приму дабы не отвергнуть вас за то что вы говорили о мне не так верно как раб моего а его говорил с богом так как сегодня говорят разве только с обидчиком он требовал от бога ясного ответа и готовился на отсутствие быть и одержать победу его 23 но он знает путь мой пусть испытает меня выйду как золото и 31 пусть взвесит меня на весах правды и бог узнает мою непорочность 13 вот я завел судебное дело знаю что буду прав это с богом с богом подал исковое заявление и 32 воспылал гнев его на его за то что он оправдывал себя больше нежели бога вот и все апостол павел не дрожал перед прочими апостолами и потому только и удержал для нас полную свободу во христе чтобы не обрядоверцы властвовали над нашими душами то беда же в том что вскоре затерли эти места писания и снова обрядоверцы и типиконщики одну кожуру оставили от истинного православия и все свели к поклонам и молениям без жизни духовной возвышенной животворящей от все еще бы говорит симеон нового богослов галатам 25 мы не на час не уступили не покорились не покорил и был павел дабы истина благовестование сохранилась у вас вот благодаря ему мы сохранили ее а то нам сохранил бог и знаменитых чем-либо какими бы ни были они когда-либо там неважно кто для меня нет ничего особенного подумаешь дворкин там бог не взирает на лицо человека смирнов при там говорит и знаменитые не возложили на меня ничего более я скажу что и на меня тоже 14 лет мои книги исследуют и в почаево и дворкин там и не звука нигде нету наш епископ и в тихий курочки был 13 лет у нас епископом он говорит вам игнатия никогда и никому не обвинить вне православия он супер православный чтобы вы поняли чего я хочу это я себе говорю предисловие книги спрошу и я вас и вы честно ответьте пережили ли вы смысл этих слов павла испытали никогда на себе это прошлись ли эти строки по вашему сердцу и по жизни так чтобы стали вашим дыханием и сутью и вот эти слова 1 коринфян 9 22 для немощных был как немощный чтобы приобрести немощных для всех я сделал совсем чтобы спасти по крайней мере некоторых если вам это не удалось пережить вжиться в них срастись с этими огнепальными словами то как я смогу достучаться до вас что и мне что то дано я поступаю согласно моего таланта когда его радиопередачи по местному радио я отдал свои беседы с атом александром менем 6 радиопередач было мои беседы с александром менем где мы беседуем я противоречу ему о как заиграли патриотичные люди и поднялись против меня да как вы можете противоречить такому человеку отвечаю могу и обязан а вы вы не можете потому что вы рабы и завтра же будете легать его я говорил это живому и выражал несогласие с его книгами с его содержанием юридическим а потом везде об этом поднялись и вот сегодня открыли книгу открыто пишут об этом интернете как отец максим козлов говорит просто я опередил общее настроение и в этом не моя вина относительно блаженного фифилакта я не изменил ни одной строчки или мысли в его трудах и ничего не добавил но дал комментарий всего на 297 мест его толкования и выделил то есть подчеркнул еще 117 мест но крупным жирным и где мои комментарии то на там на и и другим шрифтом и отчеркнуто совершенно другое это не фифилакт чтобы считающие и на эти места обратили внимание и того 414 мыслей фифилакта я выделил крупным жирным заострил на них внимание и усилил их комментариями и трудами святых отцов православия все более ничего не сделал если он говорит о чем-то а я вставляю об этом говорил ян кронштадтский из него игнатий причининов что я сделал и показал на сегодняшнее положение что библию не любят а надо любить не хотят благовестовать надо идти о чем фифилакт говорит не надо лгать и все это о проповеди и о ее крайней необходимости то есть о чем сегодня патриарх кирилл говорит да и другие то есть я не только не постигнул на его труд а напротив возвысил его чтобы его труд заговорил а не просто стоял на православных полочках библиотеках это моя любовь к нему и жажда живых слов жажда оживления людей через эти его слова и о каноне андрея критского и говорить нечего здесь я просто высказал ту мысль что в таком виде как он сейчас есть канон не приносит же нужной пользы он должен считать сопродолжение всего года и в основном этот сегодняшний канон для оглашенных написан ибо те грехи о которых говорит андрей они среди верующих и именоваться вообще не должны еще я сказал что если бы из 204 событий библейских андрей выжил только покаяние то есть возводит через это на первоначальную степень молитва прошения то необходимо вести дальше людей и из этих же точно 204 событий библейских исторнуть и благодарность ничего не меняя и потом на эти же 204 событий библейских составить крылатый канон словословие богу сова опу все более ничего не сделал еще и не говорил просто руки не нашли чтобы эти каноны составить да и талант ни одного человека быть может тут потребуется в чем же моя дерзость как вы изволили говорить так дерзко со мной разговаривая и от бога ли ваши эти слова они отлукавывали так как вы говорите явно неправду и всякая неправда от кого 1 и она 5 всякая неправда есть грех римлянам 6 ибо возмездие за грех смерть и иоанн 8 ваш отец дьявол иоанн 8 49 я чту отца моего вы бесчестите меня я же еще что и святого феофилакта и святой андрея криска вы бесчестите меня уж десять столетий промщалась собратья с тех пор как святые великие братья кирилл и мифодий с любящей душой внесли в мир славянство свет веры святой пришли чтобы открыть наши грешные очи и тьму разогоняя как звезды средь ночи нам путь к богу слову собой осветить и в сердце отрадное чувство пролить уж десять столетий труды их святые вливает сердца нам потоки живые божественных истин посредством письмен что создали братья на благо славян с тех пор дорогие народу предания и песни о бытии его и страданиях и повести славных деяний людских мы свято храним на страницах живых хвала вам апостолы веры христовой хвала вам мефодий и светлый кирилл приход ваш к славянам и руси пути новый путь новый познанию истинной веры открыл восхвалим же братья апостолов веры в великом семействе славянском своем слова их святые святые примером как высшее благо навек соблюдем им всей душой не как лицемеры достойно хвалебную песню вас поем василия андреев жуковский вот что нужно мне было сделать до вас довести как вы начинаем работать одни так Так.